Сегодня все навыковые выдания «Замор рыбы» трактуются от нолького. Это экологичное бедство. Причины, изъявы, добры, ведомы. Зимой водоемы и водоцеки покрываются толстым пластом леду, что спыняет доступ до воды атмосферного поветра. Увы, не курызка снижается утромание кислороду. На Гомельшиня «Замор» наззирается на всех водоемах, где нема тячения. По всем инспекциям Гомельской области дана команда с тем, чтобы они провели свои контрольные мероприятия во всех районах и определились, везде ли ведутся мероприятия по предупреждению «Замора». У отповедности с законом Республики Беларусь об жилольном свете державные органы и арендаторы обовязаны промать меры по обороне диких живел, які опынулись в надзвучайных ситуациях. Мер, які дозволяют продухилить гибель рыбы некальки. По-перше, выразание у людей майн с их наступным укрытием соломой и чаротом. Это дозволить на полный час продухилить замерзание. Ещё один способ, наводь больш эффективный – обогачение воды кислородом с допомогой помп. На водоеме площадь у 5 гектаров такий способ дозволяй полностью вырошить проблему, прикладно за 6 годин. Мы на своих арендованных участках постоянно орошаем воду, чтобы не было придухи. И если что узнаем где-то в городе, либо рядом, где-то в водоемах, может быть угроза придухи, охрана природы сообщает. И мы все вместе едем туда помогать. Сегодня в областном комитете природных ресурсов выбрали около 40 водоемов, где каждый день проводится мониторинг утримания кислорода. Пакуль в среднем, его уровень, прикладно, в полтора раза превышает критичный. Але этот показчик начинает снижаться. Сгодно с прогнозами экологов, лёд на озерах будет находиться еще и к минимуму 2 тыдни. В связи с чем ситуация может пагоршиться. В вынику надзвольшинных обставинов на допомогу плануется протягнуть мясцовые организации, а так само часово – отменить деючие правила лову рыбы. Будут привлечены как и общественные организации БОР, арендаторы рыболовных угодий, непосредственно арендующих данные водообъекты, либо с прилегающей территории. И в конце концов, в случае действительно невозможности принятия каких-то еще мер, будут уже приняты тотальные меры по вылову рыбы, по снятию норм ограничения на вылов рыбы и по тотальному облову данного водоема, чтобы как-то в экономических целях данную рыбу использовать. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».